Участники арктических экспедиций Роснефти на пресс-конференции рассказали об итогах недавних исследований. Во время экспедиции ученые изучают популяции так называемых видов биоиндикаторов. Это представители животного мира, которые находятся на вершине пищевой цепочки. По их состоянию можно судить об экологии региона в целом. О том, какие данные получили ученые, рассказывает наш корреспондент. С 2012 года компания Роснефть реализует масштабную кампанию по исследованию российской Арктики. Сейчас на острове Земля Александра, архипелага Земля Франции Иосифа, работает первая в этом году экспедиция. Ученые изучают поведение белого медведя в период выхода самок из родовых берлог. Мы ждем, когда самки белого медведя выйдут из родовых берлог, чтобы проследить за их поведением. Затем работа продолжится по белому медведю на мысе желания новой земли, а по маржу на архипелаге земля Франции Иосифа. Проводимые экспедиции помогают ученым сделать вывод об общем состоянии экосистемы. А компания Роснефть учитывает полученные данные при планировании хозяйственной деятельности и разрабатывает новые инновационные решения для ведения социально ответственного бизнеса. Целью этой программы является оценка современного состояния арктических экосистем и на основании этой оценки обеспечение защиты уязвимых популяций, обеспечение защиты критических мест обитания и разработка певентивных мер по их охране. На пресс-конференции были представлены новые экологические атласы, виды, биологические индикаторы состояния морских арктических экосистем. И Баренцево море. Первый описывает более 60 представителей флоры и фауны северных широт. Во втором собрана подробная информация о типизации берегов, приведены актуальные сведения о морских млекопитающих, птицах, рыбах, бентасе и планктоне. Основные карты разделов, к примеру, особенно в самой большой главе, посвященной биологическому разнообразию атласов, они построены на основании открытых опубликованных данных, и дополнены результатами полевых исследований и полевых экспедиций компаний. На встрече с прессой также подвели итоги арктических экспедиций по изучению популяции белой чайки и дикого северного оленя. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!